В отличие от других громких политических убийств в России, об организаторах и заказчиков убийства Бориса Ефимовича Немцова известно много или почти все. С самого начала расследования этого убийства оно стало предметом острого соперничества влиятельных силовых кланов на самой вершине российской власти. И в ходе этого соперничества, вольно и невольно, они поделились весьма ценной информацией с обществом. Начнем с того, что непосредственные убийцы были арестованы, ну если не несколько часов, то через несколько дней после совершения их преступления. И в том, что это действительно те люди, которые убили Немцова, не сомневаются и адвокаты, потерпевшие стороны. Они оказались высшими офицерами элитных подразделений кадыровского воинства, а формально – военнослужащими внутренних войск Российской Федерации, подчиненные командующему этих войск, заместителю министра внутренних дел генералу армии Золотова. Более того, следствие настолько активно развивало свою деятельность, что потребовало допросов уже ближайших кадыров людей, Геремеева и Геремханова. Кстати, убийцы оказались родственниками этих выдающихся политических деятелей, членов Российской Государственной Думы, между прочим. И поговаривали уже о допросе самого кадырова. Это оказалось таким шоком для Путина, такое развитие событий, такой энтузиазма следствия ФСБ и Следственного комитета, что, как мы помним, он даже исчез тогда недели на две из политического поля. Так или иначе, стало ясно, что убийство организовано кадыровым. Колоссальными усилиями уже через несколько месяцев после начала этого следствия Путину удалось как-то заморозить его на уровне некого шофера Мухеддинова, который был объявлен и заказчиком, и организатором преступлений. Но, как ни удивительно, это не остановило дерзости ФСБ и следствия, фактически бросивших вызов самому Путину, которые продолжали настаивать на своей версии. Ну и тут возник очень серьезный вопрос. Хорошо, Кадыров. Кадыров и его люди организовали убийство. Ну почему? Никаких личных мотивов ненавидеть Немцова у Кадырова не было. Кроме того, Кадыров достаточно опытный средворец. Он понимает, чей номенклатурой является бывший вице-премьер российского правительства и лидер оппозиции. И он мог совершить такую акцию только если либо сам Путин, либо кто-то из ближайших людей Путина дал ему понять, что это было бы одобрено высшей властью. Ну, такие приказы никогда не отдаются непосредственно. И сразу же возникло предположение, что человек, который мог поручить Кадырову эту миссию, был как раз генерал армии Золотов, кому формально подчинялись все кадыровские структуры. И, кроме того, это был единственный человек, у которого были хорошие отношения с Кадыровым. И в то же время это ближайший человек Путина. Это человек, который, начиная с времен бандитского Петербурга, был его личным охранником. Но тут самое время напомнить, в чем, собственно, мотивы такого энтузиазма ФСБ и следствия. Ведь это же не пепел обиенного Бориса Ефимовича стучался им в сердце. Нет, они увидели в убийстве Немсова открывшиеся перед ними громадные тактические возможности. Дело в том, что российские силовики и ФСБ, и армейцы, они с самого начала крайне недовольны были путинским проектом Кадыров. Они считали, что дав слишком много власти Кадырову, Путин лишил их победы в Чечне. И вот, да, собственно, мы все помним, что отец Кадырова, старший, которому и было передано эта власть, он был взорван на трибуне в день празднования 9 мая, более 10 лет назад. И, в общем, считается, что это было сделано, скорее всего, силовиками. Поэтому они использовали этот повод, чтобы оказать давление на Путина, заставить его отказаться от проекта Кадырова и позволить им вернуться к полной власти в Чечне. Борьба за обвинение Кадырова – это вызов был Путину по тому вопросу, которых интересовал больше всего Чечня. И они не успокоились после назначения шофером Мухаддинова организатором и заказчиком. В марте 2016 года в «Новой газете» появился слив ФСБшников, анонимная статья «Как убивали Бориса Немцова», в котором же Золотов прямо обвинялся в организации этого преступления. Сообщалась о его встрече на базе в Чечне с участниками преступления. Кстати, ведь Немцов был убит не где-то, а практически на Красной площади, в которой находится полностью ответственность за безопасность. В этом месте лежит на Федеральной службе охраны, которую возглавлял до недавнего времени Золотов и сохранил там громадное влияние. Было обеспечено и содействие этой службы, и были уничтожены все видеоматериалы о происходившем на Красной площади Москваевской мосты, которая снимается 24 часа в сутки. Вот во всех этих вещах прямо обвинялся Золотов, как и в статье «Новой газете», так и в докладе Яшина о Кадырове, которому тоже информация была поставлена силовиками. Следующий этап уже наступления силовиков – это обвинение, достаточно аргументированное, не только Кадырова, но и Золотова. Ответ Путина на этот вызов был не менее решительным. Он переформировал все силовые структуры страны, выделив самые эффективные из них до 400 тысяч бойцов и перепочинив их лично генералу Золотову, создав для него новую структуру, национальную гвардию, подчиненную уже ему лично. Более того, он ввел Золотова в состав постоянных членов так называемого Совета Безопасности, ну, как бы по советской аналогии ввел его в состав Политбюро. Одновременно ликвидировав две структуры, очень близкие силовикам из ФСБ, это Госнаркоконтроль и Агентство по миграции, уволив очень влиятельных ФСБшников. Чем закончится это противостояние, нам трудно судить, но для расследования убийства Немцова, которое начинается по решению американского конгресса, важно, что его участники в ходе вот этой своей борьбы и конфронтации практически снабдили следствие достаточно убедительной информации, что организаторами и заказчиками преступления является Кадыров, чьи подчиненные непосредственно ушествили, Золотов, который передал ему такое поручение, и с определенной долей уверенности можно сказать, что и Путин, потому что Золотов является вернейшим человеком Путина, более того, после всех этих разоблачений Путин его снова невероятно возвысил, так что на вопрос, кто убил, Кадыров, Золотов, Путин и Убилис смог бы ответить Порфирий Петрович.